Будет ли рядом с Губкинским Ненецкий этнопарк? Увидят ли горожане на празднике настоящий Ненецкий чум? Смогут ли родовые общины узаконить земли для выпаса оленей? Эти вопросы обсуждали представители коренных малочисленных народов Севера с руководителем профильного департамента Инной Сатруевой. Личный прием для губкинцев прошел накануне в режиме видеоконференц-связи. О своих проблемах рассказали представители родовой общины об Идюначей. Основная деятельность общины – оленеводство. Актуальный вопрос – социальная поддержка тундровиков. Организация некоммерческая. Деньги мы не зарабатываем. Имеем небольшое поголовье оленей. Имеем людей, которые хотели бы этим заниматься. Там у нас молодые люди. Они хотят выпасать оленей на месте. Соответственно, получается, они у нас фактически нигде не работают. Выпасают оленей общины. Раз они не работают, заработной платы у них нет. И как обеспечить людей хотя бы продуктами питания. Завести продукты просто так, конечно, невозможно. Или нужно искать спонсоров. Необходимо просто общение думать о том, как участвовать в производстве. Как выходить на получение субсидий, в том числе и федеральных. Для выпаса оленей тундровики используют территории, которые исторически разделены между родовыми общинами. Вопрос сегодня заключается в законном закреплении земель за оленеводами. Председатель правления общины подготовил необходимые документы, которые позволят юридически закрепить пастбище за кочевниками. Люди хотят уверенности завтрашнего дня. Просто, может, завтра или позавтра на эти земли, где мы поставим своих оленей, мы где ведем хозяйство, может прийти нефтяники, вдруг государству нужно будет стереогенетически, правильно, газ добыть или нефть добыть. А люди, где там живут, нужно учитывать интересы. Вопрос оформления пастбищ, как территории традиционного природопользования, взят под контроль профильного департамента. Представители коренного населения обсудили также идею создания этномузея под открытым небом. В саде разработки уже этнопарк открыт. Община моя, она будет на базе общины этнопарк. Задавал, чтобы я хочу землю взять, это реквизионная деятельность, чтобы не далеко от города. В ходе личного приема директор департамента пообщалась с губкинскими представителями Ассоциации «Ямалпотомкам». Общественники поделились в том числе и планами об участии в праздничных мероприятиях, посвященных 30-летию города. Инна Сатруева заверила, что департамент постарается оказать содействие и помощь по всем вопросам, с которыми обратились представители коренного населения из Губкинского.